Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 30 до 10, работаю, работаю Приятно, ладно Ну чё, ну идём, едем, чё Давай отдыхай Завтра по возможности Завтра по возможности надеяться Устал просто Ну сейчас чуть-чуть проедемся и ещё не встанем Ай Да не, я просто окно закрыл Потому что шумно Слегка надо открыть и шумно И он с Вальком уже кот на них сидит Потому что Бывает, ну посередуйся Давай целуйте Давай, спокойно начнем Запавился На чём мы там остановились? А хрен его знают, я уж не помню о чём мы говорили ПОДПИС Тَ СКОНТАКТО НА УДАЛЕНИЕ Безконтакта давай, Амулька По сконтакту удаление Ну это мы да, это мы давно об этом поговорили Мысль такая была Нужно наномиты В фильме, как это называется, были наномиты, сжирают какие-то мелкие роботы. Их там запускали во всякие организмы, и они там все сжирают, либо наоборот восстанавливают, делают тебя там суперсильно наномитов надо искать. Нам нужен какой-нибудь подопытный этот, подопытная система. Надо, наверное, как следует повысить в ютубе. Еще у меня один способ созрел. Вот представь, да, как это выглядит, сама конструкция банка, да, просверливаешь ее, так, вставляешь в середину корсары, бетарду. Она внутри. Хорошная-то. Она унитаз разрывает. Офигайся. А у нас... Ну, ее заберете нахрен этот банк? Нет, банк ее заберет. Это будет просто ноу-хау. На гибком карданчике. Сверло. Сверло. Сверли дырку. С эндоскопом. Засовываешь петарду туда. Кнопку. И все. Пылесосом. Пылесос какой должен быть мощный? Сверло. 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 Любой. Славслужки есть. Славслужки есть. Славслужки есть такой пылесос. С тренятурбинами даже. Кнопка. Кнопка. По идее. Сонан там на полу погасит. Сколько он? Два дня говорил? Да. Ну. Завтра должна быть продолжить. Плюс у нее еще деньги может. Да. Да, идея с Комсана, мне кажется, подходящий вариант. Мне кажется, это барбарство. Должно быть более аккуратное, тихое, спокойное. Банков, наверное, вообще не пострадает. Ну, хрен с ним, пусть банка не пострадает, но в каком состоянии-то оттуда его вытащишь? Все кусочками маленькими. Маленькие кусочки. Большой вот этот корсаль. На ведро металлическое ставишь, ведро взлетает. Ой, ни фига ты напомнил кое-что. Так, вот. Ну, как? Ну, блин. Ну, блин. Ну, блин. Как туда-туда дотянешься? Как? Гибким? Да на сколько гибким? Два вот таких рукава, как на машинке. Нет, там коробки, по-моему. Их же можем между собой соединить, мне кажется. В самой выхлопной системе, вот смотри. Начинаем с конца, да, сзади? Да, задние горьки есть. О! Как с ними рвется? Да, задняя банка мешается, и система. Как я все придумал? А как через гаммда зонт высасывать? Гибкий водоховодный шланг, туда, в лесосы. А она с рыбы разлетится. Ну, в разные отсеки, трубы. Соседние. Шланг длинный, и пошел. Единственное, там будут большие куски, которые не будут влазить к шлангам. Но так мелко, я взголтую, не отголбит. С коллектором, вот так, не то сказать. С коллектором она просто. Через лампадов дырку, кайсарю. С коллектором, вот так, не отголбит. А что если, знаешь, смотри, некое устройство. Шланг, состоящий, я не знаю, там, из трех трубок. Одна потолще, это пылесос. Одна потоньше, это эндоскоп. И еще одна, это сверло. И одновременно смотреть, сверлить и пылесосить. Такая тройная херня. Да. Выглядеть она должна, вот как вот эта вот хренотень, которую мы в хронинговке делали. Из шланга ее чуть-чуть выталкиваешь, лапки выладят с ножом таким, с ножами. На себя ее затягиваешь, она лапки прячутся в трубе. А для чего это? Для каких машин такое удаление? Я, наверное, всех коллекторов ношу. То есть клиент приедет и скажет, что удалите мне, но не вваривайте кланегаситель. Да, без этого. Не снимает рук, ничего. Просто все, вдруг его превратил, а что высосил, все, обмон превратили, поехали. И так никто не делает, вообще. Все пилят лючки, спилят трубы, снимают. А тут просто такая хренотень на шланге, прям вставил. Все, лапки разбежали. Сначала сделал маленькую дырку, потом лапки чуть-чуть подвытащил. Сделал побольше дырку. И так до того момента, пока он вообще весь не собирается. Долго две полосы было, но сужение поедет. Пока нет знаков. Блин, тут вообще какой-то неадекват 0.08. Он давно уже немножко нету. Он обменяемый. Обменяемый? Нет, меняемый. Гантон, ябан. Извините за роженое. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот оно, бурение или не бурение. Блин, хрен его знает на самом деле, что делать. 350 километров, это еще, блин, 5 часов. Ехать не ехать. Ехать надо. Ну, давай, едем. Четыре часа. Ну. Корректор тела. КОНЕЦ 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 Возможно, придется и на заправочке сегодня дурмознуть. На какой-нибудь крупной еще страшного. Нет, я думаю, вполне нормальная ситуация. Ну да, светло под камерой. Да, ну а нет, ну а нет, ну а нет, кофе попить. Жвачки нету? Есть. А как там завтра-то сделать? Доехать до района, перегрузить арбузы, дыры всякие. Отдавить. Доехать до клиента и сдать ему. И... Ну и на отдавил выход. Да? Мыть будем? Мыть будем? Ну ладно. Ну на этой. Слава сушке. Да. Ой, колес только кафе едет. По моей этой методике. Дойдем там дырочку в полу. Как дадим струей. Сосисил. Москва, Волгоград. Что? Убердор? Угу. Угу. Здесь и стоят. Сколько длиннобоев здесь. Спит, отдыхает. Нормальное такое тут местечко-то для ночевки. Кто? Кто? Хозяйки магазина. Ха-ха. Нам бы это найти вот такое вот местечко после поворота Тамбов. Через после 340 километров. Вообще офигенно было. Надо разочек с рацией, да, поехать? О. Вот, кстати, ну поскольку мы этот поедем, ну если Оренбург подтвердят. Чего? Почему? А. Не на самолете, о чем мы же вообще не нарушаем. Не на самолете, а на поезде. Можно смело брать этот. Забыл. Видел, из-под шел. Отобрали. Ты видел его странную походку? Угу. Может мы ее запихнули? Ха-ха-ха. Пришел вытаскивать? А, да. Что-то написано. Хайловка. Два. Хайловку один походку. Смотри, какая пышка у них тут. Прям все хорошо. Должны ловить. Какое дело это? Ну да. Серафимович. Только понес. Лицепа. Громный. Лицепа мосятся, да? Вот эти наростки. Угу. 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 Я почему в самолеты с собой не беру рад эту рацию? Угу. Ну во-первых, поменьше вещей. Потому что, ну у нас последние поездки такие, знаешь, быстрые. Раз, на самолет в городе приняли, поехали, все, статанули. А во-вторых, когда я из Крыма возвращался на самолете, блин, то ли из Крыма, то ли из Краснодара, по-моему, да, из Краснодара. Да, из Краснодара. Да, ладно,, не помню, с Юков, короче. До меня докопался Тибелоид, сотрудник аэропорта. Антенна крепится на магнит. Ну вот этот, магнит в основании, крепится на крышу. Магнит запрещено в самолёте. Есть риск размагнитить что-нибудь. Что? Сденье? Не знаю. Вот на дебилы, да, вас? Да, и в итоге пришлось разобрать, разломать, магнит оставить, остальное забрать. Да. Мне надо у тебя без магнита сейчас? Ну там другая есть на присоске. Но на присоске получается на стекло. Не надо этот Датакам сделать, съездить на север Москвы. Ну, другой регистратор. Такой, который был. Да. Датакам- Датакам- Продолжение следует... Не напоминай. Я прям еду, и у меня сейчас вот Сеня в голове. И я смотрю еще на этот 61-й ребенок. Как мне его выкинуть из своей жизни этого гоблина? Конкретная острица. Так может подмазать, а так не залезть. Вообще, прям. Продолжение следует... Продолжение следует... Удобно, едешь, 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 одна полоса. Но хопа тут раздваивается, обгонная. Он обогнал, поехал, опять вбелся. Едешь, 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 хопа, опять раздваивается. Да, это только вот с Питером такая есть. И на подъезде к Казани. Больше я таких не встречаю. Подбор конкретно едем. Да? Вообще без педали. Да. Давно не держим ручку. КамАЗ раскатывается своей дамой. Давай, а сейчас идут. Упадет. Такой расход. Упадет. 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 После крутого спуска, как правило, идет крутой подъем. Может, он уже был затяжной. На камазе на этом ехать с такой же расстоянием. Да, но они зарабатывают нехило. Может, нормально они зарабатывают? Да. Как ты думаешь, сколько они зарабатывают? Я думаю, рублей 100 у них одна ходка. Да ладно. Да. Поддели, да? Ну, из этой сотки вычитай расходы. Соляра там, да? Да, да. Соляра, пожрать, переночевать. Ну, это где-нибудь тысяча за две, наверное. Да. Две тысячи километров. Окей. Сто тысяч распили на две тысячи. Сколько? Рублей километров. Чего, я уже заказывался побольше будет. Чем сотка на две тысячи километров. На такой херне. Тут он на Соляру уйдет. Увлезь 40, наверное. 30-40, лицем уже от Соляру. Увлезь 40, наверное. Увлезь 50. На 100 километров. Да. И я ломяни. Ой, давай, закрыто. Ужженный, КамАЗ сколькоwright. Пророчень. А ты оккурещенный. Вроде есть. Сейчас ночну, а не будет его. Шуаров. Там нету В сторону В сторону Продолжение следует... 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 Продолжение следует...